Это Пульс дня и мы продолжаем. Совместные военные учения Лукашенко и Путина стартуют сегодня в близзападной границе Беларуси. Варшава уже ответила на это введением чрезвычайного положения. На этих территориях оно с недавних пор и так негласно уже действовало. Причина пограничный кризис, который был инициирован минским диктатором. Афганских, иракских и даже иранских выходцев организованно свозили к границам с Евросоюзом транзитом через Минск, а затем отправляли к пограничным столбам. Белорусские пограничники при этом делали вид, что ничего особенного не происходит. Выходцев из мусульманских стран Ближнего Востока, власти Польши и Литвы, несколько раз отправляли обратно. Однако пропускать их на свою территорию белорусские пограничники почему-то не хотят. В итоге некоторые из этих людей застряли в нейтральной зоне. А жители окрестных сел начинают не на шутку переживать. Ситуация на границе стала поводом для противостояния между властью и оппозицией в Польше. Действующую администрацию обвиняют в желании скрыть реальные масштабы проблемы. Вас, господин президент, на границе еще не было и ограничение работы корреспондентов путем их недопуска к государственным рубежам не означает, что проблему удастся решить. Ранее Лукашенко внес в парламент законопроект, приостанавливающий действия соглашения с Евросоюзом о реатмиссии лиц, прибывающих без разрешения. То есть на практике это означает, что отправлять обратно к белорусским КПП нелегалов, которые проникли в Польшу, речь посполитая больше не сможет. К разговору подключается журналист Михаил Потоцкий. Михаил, здравствуйте. И вот первый вопрос. Я так понимаю, буквально недавно вы были на белорусско-польской границе. Что там сейчас в действительности происходит? Добрый день. Я на самом деле был не на польско-белорусской, а литовско-белорусской границе. Но на самом деле вот этот кризис, он объединяет Польшу, Литву и Латвию, потому что белорусы, белорусские власти отправляют мигрантов на границы этих трех стран. И все эти три страны, они реагируют очень похоже. То есть введением в Польшу чрезвычайного положения, в Литве там немножко другая формулировка, но все-таки власти этих стран дали своим пограничникам право на то, чтобы отправлять обратно всех этих людей в Беларусь, чтобы не допускать мигрантов на нашу территорию. И вот тут начинается вся эта дискуссия внутри Польши. То есть что важнее, безопасность и граница, или право человека и международные конвенции, которые говорят, что если кто-либо просит о убежище в Польше, мы должны хотя бы рассмотреть его просьбу. Это не значит согласиться с нее, но хотя бы рассмотреть. И вот тут начинается то, о чем вы говорили, то есть дискуссии, дебаты между оппозицией и властью. Это то же самое происходит и в Литве, хотя немножко тише, и немножко температура, ссора не настолько высока, как в Польше, но все-таки это тоже похожий сценарий. Михаил, а насчет местонахождения этих людей, то есть они находятся в нейтральной зоне? Насколько я понимаю, в нейтральной зоне находится то, что называется контрольно-следовая полоса. Ну, такая распаханная грядка, дорога, не знаю, как правильно назвать, между двумя столбами. Достаточно узкое пространство. Как они там все помещаются? Что это визуально из себя представляет? Ну, это зависит от места, потому что там самая разная ситуация в зависимости от группы. Есть группа, например, самая такая известная в Польше группа, она ближе деревни, одной из деревен на польско-белорусской границе. Она прямо в палатках стоит на поле между пограничниками белорусскими и польскими пограничниками. Ну, как бы формулировка нейтральная полоса, она не настолько точная, потому что там нет формально нейтральной полосы, просто есть граница, да, есть линия. Вот тут Беларусь, тут Польша. И, конечно, вот наши польские пограничники говорят, что они все пока на территории Беларуси, поэтому нельзя, поэтому они говорят, что мы не можем их допустить в территорию Польши, не можем им предоставить вот еды, воды, лекарств. Беларуси говорят, что нет, они уже в Польше, на территории Польши. Из-за того, что введено чрезвычайное положение в Польшу, туда невозможно попасть журналистам польским. Ну, конечно, в Беларуси вообще работают журналисты сейчас практически невозможно, если ты не работаешь на государственные СМИ и пропаганду. То есть, ну, на самом деле мы не очень-то даже и знаем, что там на самом деле происходит, вот на этой границе. Это тупик, это тупик. И тут никакого разрешения этой проблемы, ну, сложно представить, потому что, с одной стороны, все прекрасно понимают, что какие-нибудь переговоры с Лукашенко по этому поводу никаких результатов не принесут, потому что Беларусь ожидает от, в том числе от нас, чтобы мы больше не проводили санкционной политики против беларусского режима. Из-за того, что происходит, и что этот режим делает сейчас в Беларуси, ну, невозможно отступить от санкций, потому что, ну, таких сцен мы не видели вот в Европе, наверное, уже с времен, не знаю, сталинизма. То есть, тут, на самом деле, вот польские и литовские власти приняли одну миру, то есть, построить стену на границе польско-белорусской и литовско-белорусской, ну, для того, чтобы усложнить немножко задачу тех, которые занимаются поставкой, грубо говоря, мигрантов с Ближнего Востока, с Азии. Каким-то образом, кроме действий силовиков, ну, в лице пограничников, которые, понятно, стали на госрубежах и не пропускают вот этих вот переселенцев. А что-то еще со стороны силовых органов сейчас находится в поле общественного внимания? Ну, например, может быть, в Польше, либо в Литве были какие-то официальные выступления со стороны спецслужб о том, что они расследуют маршруты, с помощью которых эти люди доставляются, какие-то схемы, кто за этим стоит. Вот что-то в такой плоскости дискуссия происходит сейчас, либо нет? Конечно, да. То есть, на самом деле, тут польские спецслужбы немного говорят об этом, но литовские спецслужбы говорят очень много. И мы, в том числе, благодаря и не только как бы информациям, официальным информациям от литовских властей, но благодаря работе наших коллег из Литвы и Беларуси, мы достаточно хорошо знаем, как вот эта схема выглядит. То есть, есть, например, в Ираке агентства, которые занимаются, ну, типа, туризмом, да? Они предоставляют за определенную сумму денег билеты в Минск, визу, белорусскую туристическую визу. Потом в аэропорту в Минске их встречают представители уже белорусских государственных структур, которые тоже якобы занимаются туризмом, их переселяют в белорусские гостиницы. И через несколько дней, время до времени, несколько часов, несколько дней, их отвозят на границу где-то ближе уже Польши и Литвы, показывают, куда надо идти, ну, и они пытаются пройти вот границу и оказаться на территории Европейского Союза. Те, которым удаются, на них ожидают вот на территории уже Польши и Литвы, люди в машинах, которые хотят их отправить уже в Германию, потому что они обычно собираются попасть в Германию и в другие богатые уже страны Западной Европы. Ну, а те, которым это не удается, их находят пограничники и либо отправляют в большинстве своем, отправляют обратно в Беларусь через зеленый кордон, через зеленую границу, или в меньшинстве отправляют уже так, как положено по праву, то есть по закону, в определенные там центры для иностранцев, где рассматривают их просьбы об убежище на территории Польши и Литвы. Михаил, спасибо. Михаил Батацкий, журналист, был на прямой связи со студией из Варшавы. Мы обсуждали длящийся и по всей вероятности незаканчивающийся и не имеющий перспектив закончиться кризис, который возник на границе Беларуси и Речи Посполитой. К этой минуте у меня все. После программы «Мир сегодня» моя коллега Наталья Бустрицкая встретится с вами в рубрике «По скриптам». Я уже на этом с вами прощаюсь.